Музыка Одним из самых заметных политических событий прошедшей недели было, безусловно, интервью, встреча с прессой, которая случилась у Радия Фаритовича Хабирова в Белом доме. И я попытаюсь выделить самые интересные моменты из этой встречи. Самым, конечно, необычным было то, что приглашали на эту встречу журналистов выборочно, причем отбор был очень жесткий. Очень многие издания не попали на эту встречу, а когда они стали задавать вопросы, почему им закрыт доступ к телу временно исполняющего обязанности руководителя республики, им были даны объяснения весьма необычные. Например, Эхо Москвы было сказано, с вас и так хватит, он вам дал интервью. То есть, как бы, подразумевая, что ничего нового, видимо, Радий Фаритович сообщить не может. Изданием про УФУ и Бонус было сказано, что их политика не соответствует взглядам Радия Фаритовича Хабирова, и встречаться он с ними не хочет. Все эти объяснения исходили от пресс-секретаря господина Хабирова, и, конечно, носят возмутительный характер. На мой взгляд, это вполне отчетливо характеризует ту медийную политику, которую ведет сейчас наш временно исполняющий обязанности. Хотелось бы отметить, что подобные ограничения, накладываемые на работу прессы, конечно же, ведут к негативным результатам, и, в частности, это только приумножает всевозможные слухи, домыслы, предположения. А конфликты с средствами массовой информации, конечно, никак не прибавляют популярности Радия Фаритовича, но об этом мы поговорим чуть позже. Вернемся к содержанию этой встречи, часть из которой, значит, из этого содержания просочилась таки в открытое пространство. Кое-какие моменты были упомянуты допущенными к телу журналистами, где-то были какие-то инсайты и все прочее. Ну, в общем, начнем по порядку. Хабиров, конечно, охватил достаточно широкий круг вопросов. Он говорил и про Шихана, и про Рахимова. И здесь вот очень любопытно отметить, что про Шихана говоря, Радий Фаритович не сказал ничего нового. Единственное, что он настоятельно попросил не политизировать этот вопрос. Ну, это, конечно, наивная просьба. Тема Шихана навсегда останется политической темой, потому что в нее вовлечены и интересы граждан, и интересы крупных промышленных предприятий, и интересы политических групп, национальных групп, националистических групп и так далее. То есть 100% эта тема навсегда останется политической. Притом Хабиров совершенно никак не пояснил, ничего не сказал нового про Шихана. И он только сказал, что решение о передаче Куштау содовому производству было исключительно экономическим. Ну, в общем, конечно, подобного разъяснения более чем недостаточно для понимания ситуации. Хабиров не сообщил ни того, каким актом, каким документом это произошло, в какой форме, на каких условиях. Это все нам предстоит еще узнавать. Очень важным моментом, который случился на этой пресс-конференции, на этой встрече с прессой, был момент разговора о Муртазе Рахимове. Мы помним, что недели, двумя неделями ранее случилась атака на семью Рахимовых и на самого Рахимова лично. Появились публикации на всевозможных сайтах, всевозможных даже официальных источниках, я имею в виду официальных СМИ, о том, что Рахимов злодей, что он поддерживает националистов, что он дружит с уголовниками. Вот такие вот совершенно смехотворные помои были вылеты на первого президента республики Башкортостан. Рахимова обвиняли в том, что он затеял никому ненужную стройку мечети и так далее, и так далее. И вне всякого сомнения, эти статьи, эти, значит, писания исходили исключительно из Белого дома. Там чувствовалось режиссура Мурзагулова по методике, по персоналиям, которые все это дело, значит, сливали. Но на встрече с прессой Хабиров внезапно развернулся на 180 градусов. И, ну, во-первых, он сказал, что статус Муртазы Рахимова выше вообще любого, который можно себе вообразить, что он там мудрый наставник, что они часто встречаются, что у них масса общих взглядов на всевозможные вопросы и так далее, и так далее. Более того, одновременно с этими всеми, значит, похвалами Хабиров сообщил о том, что строительство мечети возобновлено. В общем, конечно, это было неожиданно, но если вдуматься, то, судя по всему, в минувший понедельник, когда Хабиров опять внезапно отъехал в Москву, видимо, получить очередные инструкции на Старой площади, ему там сделали определенный нагоняй и сообщили, что вы, Ради Фаридович, неправы, что нельзя так вести себя с первым президентом Республики Башкортостан, уважаемым Муртазой Габадулычем Рахимовым и так далее, и так далее. То есть Хабиров взял под козырек и сообщил о том, что теперь они навек друзья, а мечеть начинает строиться. К слову сказать, мечеть не особенно начала строиться, там был экстренно притащен какой-то кран, развернута его стрела, и вокруг этого крана грустно бродили трое азиатских строителей. В общем-то, конечно, тут Ради Фаридович поторопился, но, с другой стороны, мгновенно подобные процессы возобновляются только в воображении самого Хабирова. Я надеюсь, что на следующей неделе мы увидим интенсивное строительство на строительной площадке, съездим туда, пофотографируем и посмотрим. На встрече с прессой Хабиров необычайно много говорил о личном, о своей семье, о своей судьбе, о трудных временах. Он рассказал, что по счастливому стечению обстоятельств именно его дочь угодила в какую-то чудесную программу обучения в Австрии, где стоимость была очень низкой, всего 750 евро в год. Ну, на всякий случай, это ниже, чем стоимость обучения в любом из вузов Башкирии, даже в самом захудалом. В общем, несказанно повезло дочери Хабирова, которая там встретила свою судьбу и любовь, вышла замуж за австрийского банкира, и теперь у Хабирова есть два внука, и так далее, и так далее. В общем, милая история. Как мы помним, дети, животные, старики и инвалиды, это совершенно беспроигрышные сюжеты для предвыборной кампании. Это совершенно очевидно работает на пускание слезы умиления у избирателей. В общем, рассказал историю Хабиров. Также он рассказал про свое обучение. Он посетовал, что когда он учился в Турции, он был очень бедный, у него не было денег, и когда он с успехом закончил высшее учебное заведение в Турции, и ему предложили остаться там работать, преподавать, к сожалению, у него не было денег на это все, и он был вынужден вернуться в Россию, и дальше было то, что было. При этом, рассказывая о вот этой печальной истории с тем, как он не смог преподавать в Турции, Хабиров выразился следующим образом. Вот если бы ситуация сложилась иначе, работал бы он сейчас в Стамбуле или в Анкаре, и не травил бы нам жизнь. Действительно, очень такое смелое, очень откровенное такое заявление о самом себе, прямо скажем, трактуемое двояко. Я уже упоминал о вспыхнувшей войне со средствами массовой информации, которую развязал Белый дом. Речь идет, в первую очередь, конечно же, о войне между Белым домом Мурзагуловым и изданием про Уфу и Бонус. Напоминаю, что месяц назад была предпринята попытка возбудить уголовное дело на главного редактора издания на Рамиля Рахматова. Его пытались обвинить в каком-то коммерческом подкупе и так далее. Теперь началась перепалка между лично уже Руфой Рахимовой и Ростиславом Мурзагуловым. Они обменялись весьма обидными и оскорбительными нотами, такими статьями. Мурзагулов опубликовал свой текст на сайте Эхо Москвы. Руфа, естественно, опубликовал свой текст на сайте издания про Уфу. В этих сообщениях они взаимно обвиняют друг друга. В частности, Руфа обвиняет Мурзагулову в том, что он недостоверно доносит информацию до Хабирова, настраивает Хабирова против Рахимова и лично Руфы Гореевны. Мурзагулов, в свою очередь, обвиняет Руфу в вымогательстве. Это более серьезно. Он заявил о том, что она требовала с него 5 миллионов якобы на то, что она будет формировать положительный образ Хабирова. Честно говоря, зная Руфу Гореевну давно, я не могу предполагать о том, что Руфа Гореевна так уж прямо пошла и стала вымогать деньги у Мурзагуловы. Дело в том, что она очень опытный человек, давно находится в этой среде и подобные вещи, конечно, допустить не могла. Также именно на прошедшей неделе, буквально в конце недели, началась довольно мощная ДОС-атака на сайт издания про Уфу. Для тех, кто не знает, что это такое, рассказываю. ДОС-атака это когда при помощи всевозможных ботов, созданных в интернете, формируется огромный массив запросов сайта. То есть, условно говоря, это можно охарактеризовать такой ситуации. Вот есть у вас телефон, на него одновременно все время звонит 100 человек. То есть, никто другой, кто хочет вам позвонить, дозвониться до вас не может. Вот примерно так работает ДОС-атака. Вообще-то, это уголовное деяние. Вообще-то, законодательство Российской Федерации это расценивает как преступление. Расследование подобных дел, конечно, очень сложное. И я не знаю примеров того, чтобы были найдены злодеи. Я не могу пока заявлять о том, что эта ДОС-атака организована именно Мурзагуловым, но по логике вещей, кому бы еще это нужно было. Соответственно, посмотрим. Дело в том, что ДОС-атака это, конечно, очень технологичный прием для затыкания рта любому интернет-изданию, но длиться вечно она не может, потому что стоит очень дорого. Для примера я посчитал, что ДОС-атака в течение суток на издание про Уфу должна стоить примерно полторы-две тысячи евро. За неделю подобные атаки, конечно же, те, кто ее организует, должны будут выложить почти миллион рублей. Это немало. И, в принципе, конечно, обращаясь к этим людям, я бы сказал, лучше потратите эти деньги на добрые дела. Я не знаю, там, бедным отдайте, больным, нуждающимся, потому что на самом деле эта история никак не даст результата. Заткнуть издание не удастся, вы потратите деньги, ну, на неделю, условно говоря, блокируете доступ. Доступ действительно затруднен. Очень многие мои подписчики мне написали и в Фейсбуке, и в других соцсетях о том, что они не могут открыть издание про Уфу и так далее, и так далее, но, напомню, долго это длиться не может. Вернемся к выборам. Несомненно, это основной вопрос повестки политической в Республике Башкортостан, и вот новости прошедшей недели в этой части. На прошедшей неделе стало известно, что в Республике Башкортостан на выборах будет использовано 225 КАИБов. КАИБы это комплекс автоматического приема избирательных бюллетеней, обработки этих бюллетеней. Эта штука такой компьютер с ящиком, куда избиратель вставляет листок, он поглощается этим механизмом, тут же считывается, и тут же данные, за кого проголосовал избиратель, направляются в центр избирком и дальше обрабатываются. Так вот, обмануть такую штуку очень сложно, и их будет использоваться в Башкирии 225 штук. Это ничтожно мало. Это 7% от того количества избирательных участков, которые есть в Республике Башкортостан, а избирательных участков у нас свыше 3000. Это как-то странно, потому что на начальном этапе прихода суда Хабирова прозвучало, что центр избирком Республики Башкортостан во-первых, запросит финансирование у федерального центра на то, чтобы закупить дополнительные КАИБы, во-вторых, попросит у соседних регионов, где выборов или нет, или они менее масштабные, условно говоря, в аренду эти приборы, чтобы их стало значительно больше в Республике Башкортостан, и, соответственно, выборы были безусловно достоверными. Так вот, теперь этого не будет. Это очень странно, это наводит на мысли о том, что в целом избирательный штаб Хабирова, в первую очередь, разворачивает лодку в сторону отказа от проведения честных выборов. Напомню, что господин Сидякин недавно совсем на сходке собрания партии жуликов и воров «Единая Россия» заявил о том, что грядущие выборы будут беспрецедентно чистыми, достоверными, прозрачными и так далее. И вот такой поворот. В общем, конечно, это первый сигнал о том, что в стане Хабирова паника, что они предполагают неконтролируемость хода избирательной кампании и самих выборов и включили, как говорится, тяжелую артиллерию. На кого они рассчитывают, обещая провести честные выборы в республике Башкортостан, я не знаю. Уж не Илон или Макаренко это криминалист-юрист, которая теперь возглавила Центрсбирком, человек, который никогда не занимался выборами вообще, от слова совсем. И рассчитывать на ее навыки, знания в этой области, конечно, не приходится. Следующая новость одновременно обо мне и о выборах. Дело в том, что на прошедшей неделе я стал руководителем предвыборного штаба Владимира Барабаша, который баллотируется в главы республики Башкортостан. И чтобы отсечь излишние разговоры о том, зачем и почему это случилось, я сразу заранее объясню свою позицию в этом вопросе. Во-первых, я тщательным образом проверил ситуацию и убедился в том, что Владимир Барабаш не аффилирован ни с одной из властных структур, не является спойлером подсадной уткой и так далее, и так далее. И это единственный кандидат, который идет действительно бороться с Хабировым. Во-вторых, я попытаюсь убедить в этом и всех избирателей, и всех своих зрителей. Каковы цели и задачи мои лично на этой избирательной кампании? Ну, я как практикующий политтехнолог участвую во всех выборах, начиная с 2011 года включительно, соответственно, эти выборы не исключение. Ну, задачи мои просты. Обеспечить кандидату максимальные цифры по итогам голосования, обеспечить контроль за ходом голосования, в том смысле, чтобы не допустить фальсификаций, и на раннем этапе агитации, естественно, донести до избирателей Владимира Барабашова его избирательную платформу, его тезисы, его цели и задачи, чтобы убедить, условно говоря, голосовать за него. Это все понятно. Но, кроме всего прочего, конечно, во время этой избирательной кампании и агитационного периода у меня есть одна узкая задача, она отчасти моя собственная, но она очень неплохо ложится и в задачи избирательного штаба, это вопрос влияния влияния сетевого пространства на решение избирателя. В России, на самом деле, немного пока источников информации об этом влиянии, насколько сеть интернета влияет на принятие решений избирателям, вот проведем это исследование в рамках Республики Башкортостан, оно будет, несомненно, полезно. Ну и немного о перспективах. Владимира Барабаша как кандидата на пост главы Республики Башкортостан, у меня есть представление о том, что, в принципе, перспективы эти хороши, а там, как говорится, время покажет. Из первых шагов предвыборного штаба я бы отметил то, что только Владимир Барабаш единственный кандидат, который подал заявление в прокуратуру и в Центрсбирком на действие своего оппонента Радия Хабирова, я имею в виду историю с баннерами, когда за какие-то совершенно смешные деньги вся Республика была уставлена и увешана на два месяца этими нелепыми плакатами про счастье работать дома. Во-вторых, готовится иск или это будет не иск, я не знаю, скажут юристы, но, по крайней мере, обращение в Центрсбирком Российской Федерации и в правоохранительные органы на действие Илоны Макаренко, я имею в виду ту историю, когда она открытым текстом заявила, что в ходе избирательной кампании и выборов будут задействованы главы районов и городов как фигуры, которые должны повлиять на процесс выборов. То есть, это возмутительное нарушение закона и, соответственно, штаб Владимира Барабаша от лица кандидата будет готовить вот эти претензии в адрес и Центральной избирательной комиссии Башкирии и лично Илона Анатольевна Макаренко. Напомню, что в следующий вторник 30 июля состоится пресс-конференция кандидата на пост главы Республики Башкортостан Владимира Барабаша. Она состоится в 16.00 30 июля в гостинице «Уралтау» в пресс-зале. Мы приглашаем всех представителей прессы, приглашаем блогеров и, в принципе, всех, кто хочет прийти и задать вопросы кандидату. Мы давно не говорили про тему обманутых дольщиков. Белый дом и средства массовой информации намеренно сейчас наложили табу на обсуждение этой темы. Это не случайно. Дело в том, что в этой сфере практически никаких успехов не наблюдается и достижений нет, гордиться нечем. Обещания остались обещаниями. И сегодня я поговорю о двух объектах, о самых крупных объектах проблемного долевого строительства это Миловский парк и Серебряный ручей. По Миловскому парку напомню, особых движений нет, есть только обещания, но на прошедшей неделе случилось заметное событие. Я говорю о том, что Дмитрию Комлеву, главному виновнику этой всей истории, по крайней мере, формально главному виновнику, было предъявлено обвинение в хищении или каким-то образом неправильном использовании двух миллиардов денежных средств, которые были собраны на строительство этого объекта. Ну, это, конечно, мало поможет самому строительству, безусловно, потому что в процессе предыдущих всех разбирательств, возбуждения уголовных дел и прочих и прочих вещей, не было найдено достаточно активов у Комлева. Более того, было противодействие со стороны Комлева и его семейства в том смысле, что активы, которые числились за Киллстроинвестом как-то начали незаметно растворяться, так и непонятно до сих пор судьба вот этой вот скандально известной турбазы Бухта Кила, на которую якобы и как будто бы предположительно были истрачены деньги дольщиков. Эта шикарная турбаза на данный момент непонятно кому принадлежит, то ли Амнис Групп, то ли кому-то из родственников самого Комлева, в общем, непонятно. Напомню, что арест Комлева, взятие его под домашний арест, под стражу, я не знаю, в Зиндан, в Кутузку и так далее, выдвижение против него этих обвинений на самом деле проблемы не решат. Объект так и не достраивается толком, хотя там идут бесконечные обещания сдать 1, 2, 3 дома. Это самый большой объект проблемного строительства Республики Башкортостан и внятных перспектив у него пока нет. По Серебряному ручью там сложилась какая-то очень странная ситуация. На самом деле схема выхода из этой проблемы была найдена. Был найден банк ВТБ, который был готов выделить деньги на достраивание этого объекта. Была найдена схема, когда бизнес-центр, принадлежащий застройщику, передавался Республике, Республика там оплачивала какие-то деньги, около миллиарда рублей, на эти деньги приобретались векселя банка, и банк выдавал кредит там что-то около миллиарда с чем-то или даже больше на то, чтобы достроить объект. Вроде бы эта схема сложилась, вроде бы все согласны. На предыдущей неделе состоялось огромное совещание с привлечением всех-всех-всех заинтересованных лиц и ведомств. Там было довольно жаркое обсуждение этой проблемы, были за и против. В частности, против был господин Полставалов. Он не хотел реализации этого проекта, но в итоге было принято решение, что да, запускаем эту схему. И вот после этого совещания повисла какая-то гнетущая тишина. Никаких публичных заявлений, никаких документов, никаких действий не происходит вокруг Серебряного ручья. Заявленное и объявленное заранее расширенное заседание правительства так и не состоялось. На этом заседании должны были огласить эту схему. Теперь есть информация о том, что это заседание состоится в следующую среду 31 июля. Я очень надеюсь, что именно тогда и станет ясна ситуация с Серебряным ручьем. Я очень надеюсь на то, что вот эта схема все-таки будет реализована и дольщики в конечном итоге получат свои квартиры в жилом комплексе Серебряный ручей. На прошедшей неделе продолжились перестановки в управлении районами Республики Башкортостан. В частности, были отправлены в отставку два главы. Это глава Бирского района Груздев и глава Благовещенского района Фазылов. Ну, собственно, в этом нет ничего необычного. Хамитов тоже в первый же год своей власти сменил практически 80% глав районов. Хабиров на данный момент уже сменил более половины глав районов. Это, естественно, и нормально, но в этот раз вот эта смена глав сопровождалась очень примечательным заявлением Хабирова и сказал он, цитирую следующее, «Люди будут думать, что я плохой царь, царь, если стану покрывать плохих глав администраций». Ну, в общем-то, это, конечно, оговорка по Фрейду. Это подтверждает то, что Хабиров действительно очень высокого мнения о себе. Хабиров абсолютно уверен, что он остается руководить нашей республикой, и он теперь у нас уже царь. Я полагаю, все-таки, что монархический уклад для республики Башкортостан это уже совсем чересчур, это какой-то откат в средневековье, хотя, в принципе, именно такие подходы демонстрирует сейчас Хабиров. Вот это ломание через колено всех и вся, это абсолютная самоуверенность собственной непогрешимости, это окружение себя лизоблюдами лагунами и манипуляторами, вот это, конечно, очень тревожно, и если действительно Хабирову удастся удержаться на месте главы республики Башкортостан, в ближайшие годы нас ждут, наверное, печальные события. Всю прошедшую неделю медиасфера республики бурлила слухами о назначении Андрея Геннадьевича Назарова на пост премьер-министра республики Башкортостан сразу по окончании выборов. Я действительно с безграничным уважением отношусь к Андрею Геннадьевичу именно как к бизнесмену, как к человеку чрезвычайно ловкому, способному существовать практически в любых условиях. Он был в фаворе в той или иной степени и при Рахимове, и при Хамитове, а сейчас он вообще личный друг Хабирова. И вот эти связи с Хабировым, конечно, ему немножко мешали в предыдущий период, когда был Хамитов, но даже тогда он был вполне себе успешен. Во времена Хамитова Назаров сконцентрировался на бизнесе в Подмосковье, создал там одну из крупнейших строительных компаний, которая занимает 48 место в списке строительных организаций Москвы и Подмосковья. Я говорю о компании Гранель. Кроме всего прочего, Назаров обладает огромным корпусом собственности в области торговли. На прошедшей неделе стало известно, что он намерен приобрести фирму МИР на 95% площадей. Там 5% принадлежат персонально одному из сетевых игроков на рынке бытовой техники, а вся остальная площадь будет продана Назарову. Между тем, я весьма скептично отношусь к перспективам Андрея Геннадьевича Назарова стать премьер-министром правительства Республики Башкортостан. Принимая во внимание весьма затейливое прошлое господина Назарова, конечно же, шансов быть утвержденным на старой площади в этой должности у него достаточно мало. Напомню, что пост премьер-министра Республики Башкортостан согласовывается с Москвой. И вот я думаю, что силовики и сама администрация Путина, конечно, будет против. Потому, наверное, шансов немного, но посмотрим, где-то в сентябре, наверное, Хабиров все-таки начнет назначать премьер-министра. Ему это нужно, ему нужно отгородиться от всех проблем экономики, которые существуют в Башкирии, которые, несомненно, будут нарастать, что, конечно, никак не приносит плюсов в карму самому Хабирову, но и его рейтингу. И еще немного об обманутых. Ну, в этот раз не дольщиках, а вкладчиках. В минувшую пятницу в одной из гостиниц Уфы состояло собрание обманутых вкладчиков или как бы кредиторов, я не знаю, как их правильно называть, вот этого кредитного кооператива «Золотой стандарт». Напомню, что эта организация была жестким образом привязана Роскомснаббанку, который потерял лицензию не так давно, и вот этот кооператив «Золотой стандарт» перестал выплачивать своим пайщикам положенные деньги. На собрании присутствовало свыше 200 человек, это довольно много, на собрании присутствовало и руководство «Золотого стандарта», но сами же пайщики прокомментировали мне эту ситуацию так, что объяснение предложений, которые были сделаны им со стороны руководства кооператива, конечно, их никак не удовлетворили. Шла речь о каких-то абстрактных активах, которые как-то абстрактно будут передаваться, продаваться и так далее, для того, чтобы возместить вот эту задолженность. Было предложение со стороны руководства кооператива заново перекредитовать этот «Золотой стандарт» под замысловатые и привлекательные проценты, но я думаю, надеюсь, что люди уж не совсем как бы потеряли сознание от жадности и желания заработать и один раз попав в эту ситуацию, наверное, все-таки не согласятся на это предложение. Сами пайщики высказывали желание устроить протест, митинг и там какие-то другие акции. Я не знаю, на что они решатся в конечном итоге. Они хотят потребовать от властей и от собственников банка, собственников кооператива, там я уж не знаю, кого они напрямую обвиняют в своих бедах решение этой проблемы. Посмотрим, как будут развиваться события. Людей очень много, очень много среди них пенсионеров, людей пожилых, которые отдали последние на самом деле деньги в надежде хоть немного их увеличить и спастись от нарастающей инфляции. В предыдущем воскресном выпуске мы упомянули, что заинтересовались судьбой и позицией господина Толкачева. Всю предыдущую неделю мы получали кое-какую информацию от наших подписчиков и прочих добрых людей. Кое-что собрано, но еще не до конца. Мы продолжаем этот процесс. И напомню, что вообще природой этого интереса стало то, что Константин Борисович до сих пор сохраняет свою высокую должность, будучи одним из главных обидчиков Хабирова в 2008 году. Напомню, что Толкачев принимал активнейшее участие в этих всех процессах, когда Хабирова исключили из любимой партии «Единая Россия», когда Хабирову было предъявлено уголовное обвинение и чуть было дело не дошло до уголовного дела. Ну, там спасли московские друзья. Ну, так вот, Толкачев, конечно, совершил поступки, которые не прощаются. И я нисколько не верю в то, что Хабиров забыл, простил и обнялся. Видимо, есть какая-то другая, более важная, более серьезная тактическая задача и причина для того, чтобы оставить своего главного обидчика на столь высоком посту, на посту руководителя Курултая, спикера Курултая Госсобрания Республики Башкортостан. Ну, в общем, этот вопрос продолжает меня волновать, и я продолжаю собирать информацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова